наш эфир продолжает программа голос здравого смысла ли он вайнштейн здравствуйте ли он добрый день передо мной facebook открытая страничка и там такие фотографии x-rated хантера байдена и в то же время я сегодня узнал что наш но вы помните как кандидат в президент а потом президент джо байден отзывался о нем но во первых он самый умный из всех кого он когда-либо встречал и в то же время конгрессмены зеленойса в твиттере написал что мэтт гейтс должен подать в отставку потому что были какие есть какие-то обвинения есть какие-то разговоры есть какие-то такси расследования и так далее ох ну вот мы говорим опять а о двойных стандартах что ли я да я даже не знаю чего о чем тут идет речь а вы знаете что их и подводить знать что еще подробно поговорим о двойных стандартах но прежде я хотел вот мысли высказать я не знаю согласитесь со мной или нет мне кажется что вот эти разговоры по поводу хантера байдена по поводу его похождений и так далее они не случайно они стали так сказать достоянием публики нечто подобное происходит с губернатором нью-йорка то есть у него за ним водится такой грех как убийство стариков посредством его исполнительного распоряжения а потом вдруг все это перед перекинулась и тема поменялась и стали говорить уже его похождениях обвинять его в sexual harassment то есть понимаете одно дело преступления которое он совершил и издавая свой исполнительный указ а другое дело как бы поведение такое не очень в в рядах демократов допустимо и но в принципе осуждаемая людьми которые знакомы с понятием мораль и на мой взгляд вот здесь происходит нечто подобное то есть на самом деле отвести внимание от коррупции от того чем занимался с хантер байден и во что был втянут вице-президент байден и свести все вот к его неподобающему неподобающему к неподобающему поведению хантера байдена вот как бы 2 2 вот таких тем мне кажется что сравнение ситуации хантера байдена и ситуации здесь нью-йорке она другая они разные в нью-йорке ситуация следующая когда кому начал свои ежедневные выходы в эфир как бы пытаясь поставить себя в контраст с президентом трампом то достаточно большое количество демократов начало говорить вот у нас тоже есть там такой деловой так хорошо со справляется и так вот организовываете смотрите какой он дескать вся страна в восторге от него и тому подобное и он как бы не опровергал а даже как бы потакал этим амбициям поэтому значит он себя взял и поставил на политической карте америка потенциальной кантиселье серьезно очень кандидат в президенты в двадцать четвертом году что сегодняшней клике не понравилось и поэтому его начали кушать именно из-за того что скрываться начали всякие дела из-за того что он просто конкурент там камали харрис и прочее прочее опять не знаю кто у них там в качестве замены байдену но думаю что камала теперь почему начали его срочно-срочно обвинять в том что он там домогался и прочее и прочее это тут вы совершенно правы так как не только он один убивал стариков то есть посылал просто на смерть не убивала посылал на верную смерть стариков там пенсионеров и тому подобное то если бы это дело копалось бы и вскрывалось то какие-то люди в других штатах тоже начали бы кричать секундочку у нас же происходило то же самое и выяснилось бы что целая когорта руководителей штатов демократов делали одно и то же и ради каких там своих так сказать выборных или там общие демократические выборных целей они посылали людей на смерть ради того чтобы получать статистику теперь конечно от этого надо было срочно отвлечь внимание и поэтому было брошено правда неправда врут не врут мы не знаем это сказать там как скавано было устроено значит истерические дамы кричали что он меня там насиловал у меня хватал там туда-сюда достаточно для того чтобы сбить его президентские амбиции то есть нет у него уже никаких а и совершенно недостаточно для того чтобы возбудить народ на то что ах вы сволочи там убивали стариков это увели в тень ситуация с хантером она с моей точки зрения другая байтон все равно разменная монета и в какой-то момент просидит ли он еще один день или просидит ли он там таскать до два года до после выборов промежуточных я не знаю я думаю лично я думаю что они собираются его выбросить на следующий день после промежуточных выборов потому что таким образом останется меньше двух лет до конца срока и человек который будет сидеть вместо него этот ему не будет зачитываться от президентский срок как президентский срок то есть если условно говоря это камала харрис то она досиживает два года без одного дня вместо байдена а потом имеет право баллотироваться два раза то есть де-факто получится что она имеет право сидеть в качестве президента в белом доме десять лет и собственно я думаю что это и есть такая так сказать вот идея демократов а за эти десять лет они значительно раньше но за эти десять лет или точно угробят страну превратят в социалистический рай никакого сопротивления уже не будет все что нужно цель будет устроена построен и переделана и все хорошо поэтому значит с хантером байденом с одной стороны их волнует чтобы там особенно много не вылезала особенно коррупционных дел но их не очень волнует если время от времени будут вылезать всякие его вот так сказать голые женщины там какой-то так сказать противный какие-то его замечания насчет там и женщин и и проституции и курение и наркотиков там его вид такой явно так сказать наркотический это их не очень волнует потому что байден все равно разменная монета и в конце концов максимум что может произойти они его выкинут послезавтра одни через там два года один день после выборов а хантер конечно страшное пятно на на папе этим пятном я думаю может спокойно могут на самом деле на него нажимать если там вдруг байден сбрыкнется ему объяснять что у вас сын до завтра идет там на 15 лет тюрьму и война перестать брыкаться как уже проделалось со многими другими в том числе скажем и с этим самым с генералом вот это это оружие такое ну как бы что мы знаем кгб так всегда семья дети посадим расстреляем убьем там так сказать со времен там древнего египта или вавилона так сказать все это использовалось порядка что люди которые тебе дороги они есть твое твое слабое слабое звено поэтому я подозреваю что хантер это такая таскать там напоминаловка байдену что что так сказать ты не думаешь ты президент вася знай свое место вполне возможно но на самом деле они должны держать его на коротком поводке в случае если что придет время когда заменить фигуры на шахматной доске чтобы он так сказать был вот здесь ну так он пойдет там под суд ну и что мне под суд вы не задут скорее всего он умрет тихой смертью но под суд он конечно не пойдет байден потому что это тогда огромное пятно на все эти в картической партии потому что там на суде может что-то выяснится я думаю что я вообще считаю что у нас уже произошла так сказать великая ноябрьская социалистическая революция а что бы мне не говорили так сказать и что и что выборы были поддельными но я совершенно не имею ввиду то что сейчас то что имеют ввиду обычно люди говоря это я никаких доказательств того что кто-то забирал там миллионы бюллетеней и куда-то их выбрасывал или подменял и тому подобное то есть я подозреваю что что-то было но подозрение не есть уверенность а то что я знаю совершенно точно это тот поток вранья этот поток пропаганды тот поток запрещения цензуры обмана и тому подобное на народ американский вылился плюс то те усилия которые были сделаны для того чтобы собирать бюллетенец людей которые никогда в жизни не ходили не собирались не думали и не пошли бы и не пойдут за что они это делали за бутерброд или за деньги или просто потому что кто-то им улыбнулся или просто так сказать всю улицу обошли потом взяли посчитали людей там подписали за них и отправили я не знаю вот я знаю только одно что было совершенно ужасное создана атмосфера вранья как я уже сказал пропаганды зомбирование и тому подобное которые ничего не противостояло практически ничего потому что здесь президента можно вырубить то что называется сережа вас и меня можно вырубить легко что и делалось на самом деле вырубить цензурировать привести в состояние при котором мы боимся сказать правду потому что это то что мы думаем потому что что мы говорим если мы говорим действительно то что думаем нас тут же вырубают так что конечно выборы были подтасованы и подтасовывались они нагло в открытую без всякого сомнения без всякого так сказать ощущения что это есть предательство америки народа идеалов там американской мечты и тому подобное нагло отбирали власть как это делалось уже тысячи лет во время истории так сказать мы то с вами знаем так сказать самый наглый обор это семнадцатый год когда большевики которые не то что не выиграли да большевики просто не получили даже в думе там 30 процентов тем не менее организовали все дело так что потом так сказать пошли расстреливать и демонстрации и противников и вырезать то есть организовались лучше всех и организовавших лучше всех оказалось что в правильных местах оказалось у них достаточно много вооруженных беспринципных людей готовых любые приказы исполнять вот я подозреваю что то же самое происходит и у нас сейчас а для начала захватили почту телефон и телеграф да да что произошло у нас хорошо еще одна тема довольно острая это границы но прежде чем перейти к ситуации на границе я бы хотел задать вам вопрос по поводу решения байдена назначить ответственным или ответственной за решение проблем на границе камалу хэрис и после чего она всячески избегает своей поездки на границу она занята чем угодно но на границе она не появляется как вы думаете это случайно вот то что вот он ее назначил она не едет или за этим стоит некое может быть противостояние может быть для меня для меня это показало что внутри правящие клики все таки есть я честно говоря думал что там все уже так сказать отшлифована отстроена и и вертикаль власти уже очерчено да но вот это вот назначение ее отвечать за границу показала за границу показала мне что там борется разные группировки потому что это явная подстава была стопроцентная потому что то что они устроили на границе то что они 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 избрали тактику значит прямо противоположно тому что делал трамп проблем это в том что трамп делал хорошо для страны а прямо противоположно это плохо вот когда вот а хорошо прямо противоположно а означает так сказать даже не б а я или зэ как говорят в Америке да и энзи так вот значит защищать эту позицию и отвечать за то чтобы вот брать удар на себя и оказаться козлом отпущения связанных с границей уж камала точно не хочет поэтому камала приняла это почетное назначение и сама себе сказала или есть когда люди которые ведут только вообще всячески дистанцируя себя от этой истории что она и делает так что это просто борьба внутри клик для того чтобы не камала получила трон когда байдена бросят на ржавый гвоздь а кто-то другой я кстати сегодня тоже высказал это предположение мне показал все это не случайным потому что так готовит себя на место председателя и вдруг такая подстава вдруг она должна поехать на границу где ситуация совершенно катастрофическая и она должна будет отвечать на вопросы какие как вы справедливо заметили каким-то образом защищать политику своей администрации и то это была такая действительно подстава и она всячески этого пытается вот своей поездки на границу избежать потому что но даже даже ежику понятно что то что происходит на границе там скажем помещение которое рассчитано на я не знаю 40 человек или на 400 человек в нем находится 4000 человек это жуть и плачущие дети и разговоры о том что там вплоть до насилия что-то происходит и то что нам это все обходится в 60 миллионов долларов их содержание только обходится в 60 миллионов долларов в неделю до 71 тысяча девятьсот восемьдесят долларов на человека который незаконно переходит границу замечательные показатели но как нас пытаются убедить некоторые наши сердобольные адвокаты местные они легалы нам не обходятся ни в одну копейку это все неправда это все ложь мало того они приносят огромную пользу нашей экономике и в частности как аргумент говорится о том что вот если бы это работали легальные люди то стрижка газона стоила бы не 20 долларов а 40 но на самом деле стрижка газона стоит 40 долларов уже начнем с этого а с другой стороны при том что 10 миллионов человек не имеют работы у нас причем это люди и в том числе с низкой квалификации которых в будущем заменят очевидно вот эти самые люди которые нелегально переходят границу и вообще ситуация такая у нас по разным оценкам там от 15 до 30 миллионов нелегалов как мне кажется решить эту проблему практически невозможно невозможно их депортировать но невозможно 30 миллионов человек депортировать всяком случае это мне представляется весьма проблематично то есть каким-то образом правительство будет то республиканское демократическое они должны будут когда-то решить эту проблему если если ее будут постоянно педалировать если эта проблема будет оказывать какое-то влияние на решение избирателей только кто-то должен будет эту проблему решить у нас там порядка миллиона так называемых даковцев или дримеров как их называют сейчас вот добавилось еще там почти 20 тысяч которые дети правда они пришли без родителей но они дети они дети и они попад будут подпадать под это другими словами вот эта армия потенциальных избирателей за редким исключением потенциальных избирателей демократической партии она растет 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 и когда-то она мы знаем у достаточно случаев когда будучи не будучи гражданами люди голосуют и в разных штатах принимают разные законы там типа регистрировать каждого кто пришел получать водительское удостоверение а в некоторых штатах приняты законы позволяющие нелегальным иммигрантам получить водительское удостоверение то есть их автоматически записывают в список избирателей они даже некоторые из них об этом и не подозревают но тем не менее записывать потом это будет использовано в общем ситуация с этими людьми будет решаться каким-то образом скорее всего так или иначе рано или поздно им дадут возможность легализоваться и возможно получить гражданство а вот о том что сейчас происходит на границе и при этом вчера или позавчера на нс пелоси выступает и говорит что да действительно то что оставил трамп это было ужасно на границе но сейчас все стало на правильный путь и все идет нормально все будет просмотра что считать правильным путем ну вот давайте от ситуации на границе если можно на самом деле решение ситуации с теми там кто-то двенадцать миллион кто-то восемнадцать в этом еще больше решить просто если только две партии действительно решать и решить ее можно исключительно путем многосторонних перемен в соединенных штатах америки то есть одновременно сделать какое-то количество действий или там поэтапно да действие номер один сделать границу непроницаемой чтобы новые не проходили то есть мы уже сразу тогда отрежем тех кто где-то там от тех кто уже пробрался к нам это первый шаг да второй шаг надо решить а какие меры мы принимаем что что мы делаем с теми людьми которые приехали сюда и хотят обратиться и сидеть у вас на шее таких достаточно много а решили что и они вэлфер получать не будут дальше надо решить что с медициной делать дальше решить что с обучением делать вот после всего этого можно решать каким образом вот все это да сделал можно решать каким образом на каких условиях мы этим людям даем возможность остаться в этой стране если они не убийцы не то не сё если искать кроме того скажем решить 6 в течение ближайших там десяти лет любой из них совершает определенное преступление то его выкидывают отсюда без всякого даже если у него есть 28 человек семья хочет себе ехать пусть едет вместе себе а ты чит решать надо только комплексно это достаточно проблематично но это можно решить и и опять если у 5 6 7 8 вариантов того как это можно решить их можно оговорить достаточно легко достаточно быстро так что это не та ситуация которая абсолютно патовая абсолютно невозможная к решению просто дышать комплекс нет 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 ни одной политической силы в америке которая была бы заинтересована в том чтобы ее решить там условные республиканцы боятся чтобы кто-то язык избирателей сказал о не амнистируют и а демократы боятся что скажут о они там придают интересы там большинство большинство поэтому так как у нас демократия вот эта политическая да то мы решили просто не сможем и она может решиться только лобу а именно когда у кого-то оказывается такое большое преимущество в конгрессе на тебе белом доме и в суде так сказать верховном при котором можно наплевав на все остальное принести идиотское решение которое сделает только хуже но решит эту конкретную проблему усугубив и ухудшив все остальное что с этим идет вместе вот приблизительно ситуация по этому поводу а насчет границы значит насколько я помню по цифрам в марте месяце порядка 160 тысяч человек были задержаны и порядка 30 35 тысяч человек прорвались так сказать незадержанными а то есть около 200 тысяч человек проликли на территорию соединенных штатов америки без того чтобы мы их сюда позвали разрешили там и тому подобное значит если вы можете 200 тысяч на на 12 получится 2,4 миллиона но при этом тенденция она вверх да то есть ну скажем совсем честные люди которые не боятся что их по шапке дадут там в их в их издательстве они утверждают что порядка трех миллионов человек забежит залетит заползет в соединенные штаты америки в течение первого года правления нового новой администрации да в течение 2021 года вот за четыре года правления новой администрации если она не будет увеличиваться то это будет 12 миллионов человек да просто умножьте там тупо 3 миллиона на 4 год значит скорее всего будет увеличиваться потому что если люди приходят их принимают их кормят поэтом лечат и платят им какие-то там пособия дотации и тому подобное еще помогают с квартирами разнесется весь по всей латинской америки если не по всему миру и народ просто пойдет миллионами сюда потому что даже жизнь у нас на кошмарном пособие прочее намного лучше чем то что построил сальсан сальвадон когда мне говорят что ты же сам сюда приехал а им не разрешаешь я извиняюсь что я подал разрешение на разрешение меня долго проверяли так сказать спрашивали вопросы спрашивали там потребовали документы и тому подобное все это довольно долго времени после этого искали да ты нам нужен окей давай сюда вот им никто в америке не говорил в нам нужны а аргументы о том они на не стоит ничего они нам только приносят они только развивают промышленность и прочее то значит разбивается очень легко если у меня дом в котором то сказать у меня там 8 комнат да и у меня там пять комнат сейчас неважно не живут мои родственники вдруг кто-то залезает ко мне в окно и мне это тебе лучше потому что теперь в твоем доме есть больше людей защищать твой дом от неприятелей спасибо что я разберусь когда я хочу чтобы мой дом защищали от неприятеля либо научу своих либо найду людей которые умеют обращаться уже приглашаю жизнь себе да вот когда мне засовывают человека в дом и теперь потом говорят а тебе же от этого лучше то аргумент очень слабо вот значит приблизительно мое мнение по этому поводу а сейчас уже у нас час 32 то есть у нас час 32 а у вас уже 3 32 и с моей точки зрения надо послушать что нам сказали что нам хотят сказать наши спонсоры абсолютно абсолютно возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если у вас есть какие то вопросы или соображений или есть что сказать пожалуйста а вот еще одно сообщение которое недавно но только что поступило скажем так о том что здесь председатель байден готовится подписать исполнительный указ о создании комиссии по реформе судебной системы но это так называется он говорит пространно о том что всю судебную систему менять хотя мы точно знаем что целью его является верховный суд и желание затолкать туда как можно больше леворадикального народа с тем чтобы так сказать обеспечить себе возможность изменить конституцию и вообще принимать законы которые против конституции в общем ну что называется авторитарный режим вот такой он на самом деле как бы он говорил о том что он вот такую комиссию создаст потому что разговоры о том что и чак шумер говорил о том что они не против таскать рассмотреть возможности упаковать верховный суд что это значит для страны для нас ну а это значит закрепить юридические то что фактически уже произошло именно как я сказал захват власти леворадикальными элементами и лихорадочный выпуск огромного количества всяких актов подзаконных актов там распоряжение президента и протаскивание через такие органы как конгресс там сенат и тому подобное законов там которые свои точки зрения абсолютно противоречит духу соединенных штатов америки они просто хотят чтобы не было никакого сомнения но они и так будут действовать что называется наплевав на конституцию ну а так они как бы конституцию под себя подделывают для этого не нужно менять конституцию то есть не нужно собирать конституционное собрание достаточно того что они имеют 15 человек в верховном суде из которых значит сегодня значит из из девяти человек насколько мы знаем значит там условно говоря там пять консерваторов там три либералы один человек робертс который так сказать туда-сюда туда-сюда но больше он сегодня сказать под каблуком у либералов такое ощущение и чтобы не зависеть от этого они конечно хотят упаковать верховный суд заодно упаковав и другие всякие суды по дороге там апелляционные и того подобное и тогда они могут подавать любые изменения которые не будут расцениваться к изменения конституции а как мы уже выяснили расценивать можно все что угодно как угодно называет черное белое мы все это уже больше нет ни изменения конституции и это будет приниматься верховным судом автоматически закатываться утверждаться там паспицы улучшенным и усиленным конгрессом следующий шаг конечно это попытка принять в соединенные штаты америки ну скажем по рту рико принять в качестве штата округ колумбия ну и попробовать хотя тут будет сопротивление разбить калифорнию на две части чтобы получилось южное и это самое таким образом получить либо четыре либо шесть таких леворадикальных сенаторов которых они конечно получится всех тех мест таким образом сказать сделать сенат абсолютно сто процента непробиваем а там с эсеров ска лево не знаю там фашистки с конгрессом у них есть преимущество я не думаю что они преимущество это если выбор будут идти таким же образом как они шли в прошлый раз то они потому что не потеряют а скорее всего они еще усилить его я каждый день говорил мне каждый там два раза в неделю пытаюсь говорить на своих на своем канале о том как это можно и как с этим нужно бороться но я честно говоря не думаю что по крайней мере мои слушатели зрители они может со мной согласны полностью но вот нет у меня ощущения что кто-то из них начал что-то делать вслед с дивана там и те кто не сидели на диване продолжают сидеть на таких совсем мало вот а то как мы себя ведем и вся остальная америка то я думаю что где-то там через два четыре шесть лет мы будем жить уже в абсолютно продвинутом социалистическом государстве без всякой возможности на то чтобы что-то поменять нашей жизни ну и там на ближайшие 700 лет думаю что так оно и будет происходить собственно как мне кажется демократы готовы они готовы а вы нет они пошли на улице а вы нет они гробили а вы нет они требуем нет когда когда кто-то из людей правых что-то делает компания да какая-то там не согласна с какой-то их смотрите так сказать они на всю страну поднимают двое и там вынужден президент уходить там менять правила и тому подобное а когда левая там например заявляет что и не будут пускать там людей там скажем там таких-то таких-то к себе там куда-то да это нас затрагивает то мы не воем и не кричим мы ничего не устраиваем мы сидим спокойно дома вы разговаривать на вы привыкли разговаривать на кухне обидно что то что мы считали вот в американцах езду которого в нас нету до выяснила что и в них тоже нет такого духа может быть каких-то там средних штатах что-то присутствует я честно жить не вижу а в том что происходит у нас я не вижу многотысячных демонстрации я не вижу я не вижу бойкотов тем компаниям которые кошмарные вещи говорят делают прямо противоположные тому что пишет у нас в законе конституции я вижу полную апатию но раз пришла апатия значит люди у которой активно они победят тем более у них есть возможность стимулировать своих спады этих свою массу у нас тоже есть возможность стимулировать просто не делаем я имею ввиду стимулировать материально это тоже у нас есть такая вот не знаю я как-то не очень вот не говорить о том ночи ночи что называется стороне в душе и тому подобное руководители действительно предприятия до которых люди работают вкалывают и деньги достаются не просто так и тому подобное эти уверяю что в достаточной степени на правой стороне вот эти выскочки которые там сделали миллиарды на том что они придумали что-то одно а потом оно пошло 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 даже если они оказались талантливыми руководителями они за не понимают что такое дело день вот кроме того объяснили что вы то вы там четверо или пятеро держите так сказать вот за то самое место за которое держат всю страну или весь мир если вы захотите то мир подпрыгнут если захотите он там замолчит вот им это очень понравилось они еще и уговорили в том что воин не будет а вы-то всегда будете наверху а какое вам дело до быдло до быдло до нас имеется ввиду а значит поэтому и они дают много денег и президенты демократы ну скажем так сказать тот же тот же тот же клинтон тот же обама да сейчас байтон в огромные деньги посылает сторону своих организаций республиканцы никогда этого не делали республиканцы никогда не собирали деньги на то чтобы создать свои газеты свои радио свое телевидение никогда не собирали деньги и не организовывали свой сожил нэтворк уже после после фейсбука что это абсолютно мощный и совершенно необходимый рычаг давление на на искать и борьбы там и прочее прочее ну вот я даже не могу не могу объяснить почему это не происходит но мы что-то не происходит значит республиканцы то есть те люди которые привержены к институции ничего не хотят менять а хотят просто продолжать жить нормальной человеческой жизнью там в конкуренции в капитализме в свободном рынке там и тому подобное вот эти люди они 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 почему-то по какой-то непонятной мне причине они не делятся деньгами своими они никак не хотят вставать выходить делать что-то они просто разговаривают это так сказать но в лучшем случае разговаривают на какой-нибудь платформе типа там фейсбук или там что то еще а вообще вообще они совершенно не делают ничего а демократы делают поэтому они побеждают но я должен тут внести некую некий пару центов демократы давным давно научились стимулировать свои лево радикальные организации за счет денег налогоплательщиков вы посмотрите ведь все организации которые носят какие-то названия благовидные благообразные получают охрененные гранты от правительства это значит наши деньги вы посмотрите в этом законе в этом проекте на два триллиона с лишним долларов он там обещает меньшинством какие какую-то помощь финансовую в смысле бизнеса вы думаете они помогут бизнесом владельцам бизнесов ничего подобного они будут финны они будут отпускать гранты давать деньги а уличным организаторам вот такому как а банка и прочим организациям лево радикальным вы посмотрите что было когда штрафовали на миллиарды долларов штрафовали банки после кризиса 2007 8 годов холдер штрафовал банки миллиарды долларов как вы думаете эти деньги поступили в казну да нет ничего подобного эти деньги поступили лево радикальным этим конторам которые поддерживают демократов на выборах и воруют деньги то есть одно дело собирать деньги за только что сказал что-то а после этого ты начал говорить совершенно про другое я сказал абсолютно право и концы этого не делают на этом они проиграли ты говоришь о демократы они делают от общего конца этого не делают но ли он республиканцы много чего не делают что делают демократы республиканцы допустим не могут себе позволить действовать против принципов против совести против морали там против закона а демократы на это дело не обращают внимание они выигрывают они безусловно всегда ты не можешь дискутировать чем ты можешь дискутировать с честным человеком с порядочным человеком ты можешь привозить аргумент и не может дискутировать или или скажем так ты не можешь выиграть у шулера если ты не шулер ты просто не можешь по определению это то что происходит одно дело так сказать когда мы говорим о взносе с этим совершенно не согласен кстати ok для того чтобы выиграть у шулера надо стать шулером ничего подобного надо просто ввести такую систему при которой шиллера обнародуются и им становится очень плохо возможно спорить не буду но мы же видим нередко когда я то что мы видим это одно то что мы видим эта работа так называемой политической системы который называется политическая демократия политическая демократия это скажет любой грек из древних которые умер уже давно до 2000 лет того назад он скажет что политическая демократия всегда во всех случаях сто процентов ведет к тирании не было ни разу еще ни одного случая когда политическая демократия не привела бы диктатуре ну чем хотим наука уже сказать уже наука доказывает легко что любая политическая демократия превращается в диктатуру . нет другого варианта это как вода испаряется а потом сгущается и потом становится там холоднее или что-то еще она падает вот водой вниз то есть на переходит из одного образа в другой да то сказать до осталья другой вот абсолютно точно так и другого варианта нет нету только замерзнуть по дороге стать градом до другого варианта нет вообще поэтому либо на землю падает политическая демократия как левая диктатура либо как правая диктатура нам-то наплевать на самом деле мы саду внизу оказываемся и нас на топчут ногами шоке большевики качи красные придут че белые придут а одного христианину от этого только одна что называется хрень получается поэтому чем мы сетуем мы знаем что вы испарится вода при том что жарко и она упадет обратно когда будет холодно мы знаем это чего еще что мы сейчас разговариваем об этом вообще системы менять а не сетовать и говорить что они такие плохие они это делали они плохие они рвутся к власти им хочется власти а нам не хочется давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день у меня к вам такой вот вопрос слышал что вы говорите как будто все правильно говорите этот товарищ как бы правильно говорить вас по моему ради уже 20 лет вот вы говорите то же самое это очень интересно вы поддерживали маккейна вы поддержали метра мне у вас был друг бойко который говорил что тора этот пешков мэн кампф так вот объясните чем вы отличаетесь от демократов которые делают то же самое получает деньги как вы получаете знаете что я вам скажу вот сейчас когда положите трубочку вы позвоните своему врачу лечащему возможно вам пропишет какие-то дополнительные таблетки может инъекции у нас поправит поддерживал маккейна ну естественно когда был выбор между обама и маккейном я поддерживал маккейна когда был выбор между мне там рамни и обамы я поддерживал метра мне но это не моя вина это моя беда это моя беда это моя беда потому что партия к сожалению которую я поддерживаю она меня поставила в такие условия она выдвинула кандидатов не лучших из лучших не тех которые придерживаются консервативных взглядов или беспокоиться больше о судьбе страны нежели о своей собственной судьбе у меня ну единство что я мог сделать еще поливать грязью маккейна и рамни так я не думаю что тем самым я помог бы партии так что знаете чтобы обвинять меня в чем-то вы можете конечно это ваше право но что вы сделали что вы сделали друг мой мы мы-то во всяком случае на последних выборах собрали такую небольшую организацию добровольцев которые принесли какие-то деньги мы сделали плакаты мы сделали ярд сайны мы делали то что могли в отличие от вас который сидит там на диване качает деньги из правительства между прочим своем бизнесе и осуждает меня за то что я в свое время поддерживал того или иного длинного кандидата так что между на между мной и вами большая разница у нас есть еще звонки примем конечно пожалуйста в эфире сергей а насчет врачей вопрос все давайте я вас выслушал я вам ответил успокойтесь добрый день пожалуйста в эфире добрый день здравствуйте здравствуйте скажите ли он насколько успешно у нас идет перезагрузка по идеям шваба вот к сожалению вот человек который позвонил с претензией на то что вот дескать он боец который палец а палец не ударил вообще сомневаюсь что он пошел даже проголосовал и он обвиняет меня вот радио в частности что вот наше радио да нет другого такого русскоговорящего радио в этой стране которая бы отстаивала идеи консерватизма и что-то делала для того чтобы что-то изменить а вот такой диванный боец нашелся вот он вот 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 надо обязательно плюнуть сюда надо обязательно плюнуть палец а палец не ударил ничего кроме вот позвонить сюда и просить бросить дерьма на вентилятор ладно осталось три минуты времени я хотел еще поговорить о том чтобы инициативе зец председателя очередная атака на вторую поправку вообще если бы то о чем они мечтают я имею ввиду демократов отменить первые две поправки первую и вторую как минимум отменить эти две поправки они в корне не согласны отменить поправку ну то есть не отменить а из добавить хоть они могут отменить если они упакуют верховный суд они могут делать все что угодно хотя мы знаем что по процедуре отменить поправку нельзя можно внести еще одну поправку которая отменяет как бы неформально действия предыдущей там какой-то поправки так вот я уже сегодня упоминал о том что когда демократы в качестве аргумента приводят что по первая поправка гарантирует по свободу слова имеется ввиду что государство не может ограничить вас в свободе слова частные компании могут ограничить но в условиях когда большие корпорации срослись или вступили в сговор с государственной бюрократии этот аргумент утрачивает всякую силу абсолютно это это не аргумент потому что то что делают большие корпорации имею ввиду и facebook и twitter и google которые в одной упряжке вместе с госбюрократии из этой партии которая называется демократической это не аргумент потому что они делают то что хотят они затыкают нам рты они утаивают информацию они регулируют цензы цензурируют и так далее так вот здесь председатель выступил с инициативой значит об ограничении во время во первых я слушал это выступление столько лжи на голубом глазу вот он смотрит а публика которая сидит этот конгрессмены сенаторы которые сидели там в публике и аплодировали он какой-нибудь чушь скажет и они тут же аплодируют но еще один момент как на который я обратил внимание вы же помните они все время говорили gun violence gun violence ну такая мантра у них gun violence это вот ключевое слово ключевая фраза она и она он ее поменял он теперь назвал это эпидемией и это наверное не случайно потому что сейчас мы живем в условиях эпидемии когда какой-то там а чиновник я имею ввиду фаучи определяет политику то есть на нас одевают маски нас изолирует нам не дают возможность жить своей жизнью и вот это слово и все это под эгидой борьбы с эпидемией и по моему он не случайно назвал вот эти преступления с применением оружия эпидемии ну конечно конечно сереже не случайно такие вещи продумываются проверяются на фокус-группах оттачиваются и тому подобное а потом спускаются по искать их каналам распространения и начинают искать его дезинформацию вставляться надо чтобы кто-то начал вот обычно начинает это кто-то большой начинает его повторять а потом он становится как бы обычным и привычным а дело в том что задача сегодня пришедший к власти не знаю там ультралевая или там какой-нибудь еще мне неважно глобалистской группировки заключается в том чтобы абсолютно переделать американскую жизнь с тем чтобы создалась так называемая я называю номенклатура просто потому что есть советского союза можно назвать дворянством можно назвать какой-то еще там примерил привилегированная группа которая состоит из чиновничества на разных уровнях у разного уровня до чиновничества там федеральная там штатская это государство городской и тому подобное плюс к этому к чиновничеству это политики и плюс к ним олигархи либо подскать ближайшие со сподвижники олигархов то есть превращается все это в совершенно несменяемую ты можешь из дворянством выгнать человека ты не мог из номенклатуры выгнать его только если он там читал солженица на работе а и создается вот этот самый класс прослойка которая медленно 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 начинает отделяться со всякого рода стенами от от другой нормальной жизни и на этом мы вступаем в счастливое будущее в котором нам готовят очень комфортабельную тюрьму и он нажаль приходится заканчивать на такой неоптимистичной ноте тем не менее спасибо большое как всегда очень интересно спасибо и я спасибо вам до свидания